Опалённые войной годы, опалённые судьбы. 67 картин экспозиции рассказывают историю войны в лицах, предметах и природе. Здесь картины украинских и российских авторов, написанные как во время войны, так и в послевоенные годы. Работы военного времени, они очень светлые, они передают непосредственные впечатления. Действительно светлые, может быть, потому что людям в тяжелые годы не хватало, вот именно ощущения добра и света. Работы поздних времён более осмысленные, обобщённые, несущие память. Здесь портреты, пейзажи, натюрморты, скульптуры, миниатюры и большие полотна, чёрно-белые и красочные. Картины написаны в разных жанрах и технике, но каждая хранит особенный дух того времени. О том, что это выставка картин, здесь невольно забываешь. Целые серии работ больше напоминают кадры из хроники. Чтобы лучше передать образ защитника, художники нередко обращались к музейным архивам. Именно так Александр Бовкун нашёл героя для своей картины. Был такой солдат, который, жертвуя собой, перерубил этот кабель, а плотина была полностью загружена этими всеми боеприпасами прямо на вагонетках. Ну и, естественно, разведчики были, которые, я так думаю, что это не один человек, это целая группа. Они предотвратили этот взрыв. Без подготовки и долгих раздумий каждый штрик на этих графических картинах Наталья Луценко наносила интуитивно, создавая один из самых волнительных сюжетов. Тема детей, дети, попавшие в войну, это уникальное понятие, потому что ребёнок и война – это несовместимо. У них взгляды взрослых людей становятся, уже они какие-то… Ну, у них детство – о, нет, ой, я не могу прямо говорить. Волнение художницы – это не просто сострадание. Наталья родилась спустя четыре года после окончания войны. Все последствия видела своими глазами. Очень много разрушенных домов было, бездомных детей было очень много. Я училась в школе, у нас очень много было детдомовских детей, потому что родители погибли, или потерялись дети, их тогда в одно место свозили, и они учились. Выставка «Котню Победы» в музее уже стала традиционной, но сегодня даже знакомые картины выглядят иначе, говорят организаторы. Я никогда не думала, что такие же сюжеты я смогу увидеть по телевизору. Те же самые танки, те же самые обломанные верхушки деревьев, убитые солдаты, которые художники рисовали по своим воспоминаниям, рисовали по рассказам своих родителей, рисовали о событиях 70-летней давности. Тут мы это все видим, у нас здесь рядом. Тем не менее, запорожцы надеются, уже скоро здесь представят картины новой победы.